В основном от жары страдают собаки. Кошки меньше подвержены воздействию тепла. Для собак летом самое страшное – перевозка в автомобилях без кондиционера и при закрытых окнах. Терморегуляция этих животных слабее, чем у человека. За 20-30 минут такой поездки собака с коротким носом может получить тепловой удар. При перевозке своих питомцев в машине надо всегда следить за общим состоянием. Если видите, что ваш питомец плохо себя чувствует, остановитесь где-то в тенистом месте, говорится, выведите его на улицу. Если есть возможность, немножко охладите, обтерите или обрызгайте водичкой, дайте подышать свежим воздухом. Гулять с собакой лучше рано утром и поздно вечером. Днем прогулки следует ограничить. Не надо гулять под палящим солнцем. Уведите вашего питомца в тень. Смачивать животное водой на прогулке не стоит. Мокрая шерсть не держит температуру. Особенно это вредно для собак темного окраса. Понять, что у вашего четвероногого друга вот-вот случится тепловой удар, можно по нескольким признакам. А дышка очень сильная, то есть высунутый язык, скапает слюна, может начинаться нарушение координации. Это в самых тяжелых случаях. А так, общее состояние мы можем определить по тому, как животные дышат все-таки. Когда животному жарко, все-таки дыхание очень-очень частое. Как и у человека при тепловом ударе, перенести в тень, попробовать снизить температуру тела. При тепловом ударе критическое состояние развивается в течение 10-15 минут. После этого шансы спасти животное стремительно падают. Температура воздуха этим летом пока достаточно комфортная, однако тепловые кризы у собак в городе уже были. В первую очередь, как говорится, подвержены собаки с темной окрашиванием шерсти. Также у нас особенно подвержены собаки с бордоморфным строением морды. Это типа бульдогов с приплюснутой, мопса и тому подобное. Собака с прямой мордой, как говорится, легче переносит температуру. Дома собаки лучше включить кондиционер или вентилятор, или хотя бы открыть окна, устроить небольшой сквозняк и завесить шторы. В доступе вашего питомца всегда должна быть свежая вода. Екатерина Пёнова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.